Всем привет! Сегодня поговорим про проектный менеджмент. Опять, но с перспективы инженера. Бывает такое, что проекту уже плохо, а проектный менеджер думает, что все хорошо, что у нас вообще есть. А инженер часто не видит всеобщей картины и хочется заранее предсказывать, почему проекты могут упасть, не выполниться, задержаться и, в принципе, может поплохеть. Задача сегодняшнего доклада — помочь инженерам, лидам и всем, кто не менеджер, понять, что проект катится не туда, куда мы его хотим катить, и научиться с этим справляться в роли инженера. Будут элементы из чемоданчика проектного менеджера, но основная задача — показать инженеру, на что смотреть, чтобы проекту немножко стало лучше. Но перед тем, как мы начнем, кто я, скажу про себя. Меня зовут Юля. Моя роль — Technical Program Manager. Это значит, что я занимаюсь высокоуровневым проектным менеджментом уже давно, лет 12. Моя работа — это коммуникация. Вы могли про меня слышать и читать на Вастер-клубе, на других конференциях. Работала в очень разных компаниях, от большущего аутсорсинга до большущих продуктовых компаний в России и в Европе. Живу за границей много лет. Имею разную перспективу, как это бывает в больших, в маленьких, в средних компаниях. И хочу сегодня поделиться своим опытом. Собственно, почему проекты падают? Да, кстати, о чем будем говорить? План. Проектный менеджер — у него должен быть план. Почему проекты проваливаются? Что делать для того, чтобы они не проваливались? Какие вопросы задавать менеджеру, чтобы понять, что с проектом происходит? На что смотреть особенно внимательно? Что есть симптомы провала? И как спасти проект? У нас это займет ближайшие 30-40 минут. Поехали. Итак, почему проекты проваливаются? На поверхности несколько причин. Самых частых — проекты разного масштаба. Когда я говорю проект, я имею в виду как что-то, касающееся двух-трех команд, так и огромные на всю компанию программища, которые занимают год и больше. Если мы говорим про что-то только в рамках одной команды, это тоже проект. Но я фокусируюсь больше на том, что касается одной и больше команд. Итак, если проект вашей компании делается без выделенной команды, а всеми и по чуть-чуть, и у него еще нет общего координатора, скорее всего, это будет провал. Потому что у людей размывается фокус, они занимаются всеми десятью проектами, которые у них есть одновременно, и в итоге получается примерно ничего. Вторая большая причина — когда нет поддержки сверху. Сверху я имею в виду менеджмент вашего менеджмента и менеджмент со стороны заказчика. Когда руководство компании, директора требуют и считают, что вы что-то делаете не так, вместо того, чтобы вас поддержать, быть амбассадором вашего проекта и всем рассказывать, какой проект замечательный, тогда шансы на провал гораздо выше. Потому что менеджмент формирует картину в головах других людей, которые с вами рядом сбоку сидят. И если нет поддержки сверху, то соседи тоже всерьез ваш проект и вашу команду не будут воспринимать. Это очень важно, и в одиночку, к сожалению, это не починить. Третья большая причина, что если ваш проект очень большой, слишком большой, не разделенный на фазы, вы одновременно переделываете архитектуру, мигрируете и внедряете новые сервисы, то, скорее всего, вы недооценили объем, скорее всего, там будут сложности посередине проекта, и это просто слишком большой зверь, чтобы его поймать. Слишком большое блюдо, чтобы его съесть за раз. Рецепт простой, делить на части, об этом поговорим позже. И если нет общего координатора, то некому называть вещи своими именами и говорить о том, что нет, не сможем, нет, это ошибочная перспектива, нет, на самом деле у нас по-другому. Вот, смотрите, как мы сделали. В английском есть классное выражение called the elephant in the room, называется слона в комнате. Оно значит, что когда все видят проблему, но никто о ней не говорит, никто ее не начинает решать. Вот задача общего координатора как раз такие проблемы поднимать, обсуждать и решать. Потому что проектный координатор, неважно, менеджер, не менеджер, любой человек, который в роли проектного координатора занимается в первую очередь коммуникацией. Если никто не занимается коммуникацией вокруг вашего проекта, шансы на его провал сильно повышаются. Если копнуть глубже, то есть еще причины, которые не всегда просто увидеть с наскоку. Например, когда все по чуть-чуть пилят один несчастный проект, пять команд, ни одна не ведет этот самый проект, а все по чуть-чуть вкладываются, то случается коллективная ответственность, которую можно читать как безответственность. Потому что понятия коллективной ответственности за успех проекта не существует, а всегда должен быть один человек, кто координирует, одна команда, которая ведет проект, один проектный спонсор, который отвечает за его бизнес-успех из-за того, что проект будет. Это можно заметить, если посмотреть на проект хотя бы неделю. Вторая большая причина, которая прячется, это несыгранность команды. Если команды или команды собрались вместе две недели назад, ожидать от них чего-то быстрого и продуктивного не имеют смысла, потому что есть в жизненном цикле формирования команд первая фаза шторминг. Это значит, что люди только учатся работать друг с другом, и первый месяц, а лучше три, ожидать больших успехов не стоит. Люди просто пытаются понять, а что же вокруг происходит. И если не делать на это поправку, то чаще всего сроки едут, потому что люди не успевают, потому что они еще не умеют вместе работать. Если команда сплоченная, несколько команд сплоченных вместе что-то делают, то у них шансы на успех выше, потому что они доверяют друг другу. И они знают, кто что умеет, и не очень. Следующая большая причина – оптимистичные сроки. Когда бизнес сверху надавил, и мы подписались под сроки, первый пример, или когда мы посчитали, что задача простая, толком в нее не посмотрели, дискавери не сделали и подсказали, что 1 мартября обязательно будет, а потом за полгода жизни проекта ни разу эти сроки не подвинули, новые задачи появляются, и в итоге шансы на успех снижаются, потому что в какой-то момент либо вам придется сильно резать объем работ, либо сильно бежать, роняя по пути качество, либо вы просто не успеете с заданными ресурсами, которые есть. И это можно понять по более прицельным вопросам. Второй части презентации мы об этом поговорим. Следующая причина – размытые ожидания. Особенно, если у вас нет общего координатора, то когда соседние команды, смежники, ваш бизнес говорит абсолютно разные вещи и представляет результат вашего проекта по-разному, это значит, что результат вашей работы скорее всего никого не устроит. На это нужно очень внимательно смотреть. Есть более точные техники. Что я здесь хочу подчеркнуть, что когда проект, люди о нем узнают в компании, понимание, что такое готово, будет отличаться от понимания команды, которая пилит проект, и в головах других людей. Чем четче и точнее вы объясните, сколько вешать в граммах, тем более точные будут ожидания, какие страницы вашего сайта, в какое время будут обновлены, какие функции приложения будут выкачаны тогда-то, какие не будут. Чем четче вы это объясните, тем больше шансов у проекта на успех. И это нужно делать каждый день. То есть желательно, чтобы это делал координатор, если его нет, вся команда. Последняя большая скрытая причина – это бардак в приоритетах. Если кажется, что это нужно только нам, если кажется, что мы просим помощи, а нам все отказывают, им не важно, им не интересно, для нас важно, для них нет, или наоборот, когда заказчик просит фичу, которая команде совершенно не нужна, это бардак в приоритетах, и его лучше всего лечить системно на уровне всего департамента. Но инженер обычно этого сделать не может, поэтому можно начинать со своего бэклога, можно начинать со своего проекта. Как? Поговорим чуть позже. Если на уровне всей компании или департамента ваш, допустим, большой проект не имеет одинакового приоритета, шансов на успех у него очень-очень мало, потому что в какой-то момент придется обязательно ходить и просить помощи. Где-то конфиг, где-то выгрузить данные, где-то поменять источник этих данных, и вам нужно, чтобы люди вокруг понимали важность вашего проекта. Без одинакового приоритета на уровне хотя бы департамента это невозможно. Очень грустная картинка получается. Давайте еще усугубим. Примеры. Если не определить ожидания по плану выкатки вашего нового сервиса в продакшн, то метрики успеха, непонятные никому, предведут к тому, что вы считаете, что сайт выкатили успешно, например, новое обновление, а заказчики считают, что все плохо, потому что вы не поговорили про критерии успеха и качества заранее. Очень частая проблема проектов, когда из-за разницы ожиданий в примерах про план выкатки, план релиза, про качество, про количество багов, про количество допустимых ошибок. В сервисе не договорились заранее, а получили очень много боли. Вот свежий пример, кто-то мне рассказывал, выкатывали новый маркетинговый сайт, не проговорили план рулаута, план выкатки, и пришли к тому, что маркетинг считает, что все плохо, ничего не работает, не принимает результат работы, команда считает, что все прекрасно, потому что с точки зрения команды те ошибки, на которые ругается маркетинг, абсолютно не критичны. Не договорились. Договаривайтесь, это экономит время. Следующая причина. Если не определить источник правды заранее, то будет принять то же самое, как в предыдущем случае. Источник правды, например, есть два сервиса хранения логов, и два сервиса выстраивания данных, выстраивания диаграмм, метрик по логам, по событиям и так далее. Datadoc, например, или Elasticsearch, или что-нибудь еще. И если ваша компания оказывается в процессе миграции или между ними, или, например, получается, что есть доступ в два сервиса, команды не знают, в какой им писать, дубликация данных, дубликация костов, стоимость всего этого дела, и непонятно, а где же источник правды. Это касается миграции баз, в том числе, это касается любого переезда с А на Б, апгрейдов разных сервисов. И чем более проактивно говорить о том, что вот с 1 октября сервис А больше недоступен, мы замораживаем, туда больше записывать данные нельзя, тем больше у вас шансов на успех. Если этого не сделать, будет много более, возможно, годами, возможно, компания потеряет деньги. Третий большой кусок. Допустим, вы мигрируете в облако. Мне это знакомая тема, поэтому такой пример. И вы не договорились, как вы будете мигрировать в мастер. И если этого не сделать заранее, то такие сложные технические решения, там много вариантов, это все очень рисково и очень сложно, то архитектурные дискуссии займут примерно forever. Займут очень много времени, потому что сложные технические решения лучше начинать обсуждать в самом начале. В худшем случае вы можете оказаться в ситуации, когда проект уже почти сделан, а ключевые технические решения еще не приняты, потому что архитекторы очень долго любят обсуждать эти вещи. А если это все происходит по кругу в течение полугода, то кто-то должен встать, топнуть ножкой и принять решение. Если системные технические решения не принимать коллективные и начинать заранее, у проекта мало шансов на успех в данном случае с точки зрения технического решения. В приведенном примере пришлось очень срочно делать дискавери, тратить очень много времени, увеличивать сроки на три месяца, потому что оказалось, что изначально идея про миграцию мастера базы не сработала. Очень больно было. Следующий кусок. Когда работаем в углу, представляете, сидит себе команда в дальнем углу компании, никто про них ничего не знает. Они что-то там сидят себе пилят, а потом внезапно они выходят в мир и говорят, с завтрашнего дня все вы должны работать не вот так, а вот эдак. и люди обычно задают вопросы, кто вы, что вы, зачем вы, почему вы мне это говорите. И это типичная ситуация, когда команда или проект не заметны для окружающего мира, потому что то, как вы классно работаете и какие классные сервисы вы делаете, не вкладывает в успех вашего проекта даже половины. Половина, вторая половина, это ожидание и ваша заметность. Если вы публично многое и часто внутри компании рассказываете про ваш проект, его важность, где вы, что вы делаете, какой следующий шаг и почему это все замечательно, люди будут вас распознавать лучше. О, я их знаю, да, наверное, они что-то прикольное делают. И если никто про вас не слышал, это симптом. Последний здесь пример. Оно только нам надо. Если соседние команды вас игнорируют, то это плохо. Мы об этом уже поговорили. Пошли дальше. На уровне всего проекта что делать? Разделяйте на фазы. Не можете, проектный менеджер не хочет, не может, постарайтесь его убедить. Разделять на достижимые фазы длиной не больше квартала, если это большущий проект. Если у вас один эпик занимает четыре месяца, тоже дробите его, это слишком долго. Если у вас одна задача в жире или где там занимает больше одного спринта, дробите это. Понятные фазы в любом понимании в зависимости от размера вашего проекта. Если у вас нет выделенной команды, кричите очень громко, чтобы она у вас появилась. Когда вы взяли по одному человеку из разных, разных кусков организации, сформировали команду, и она одновременно с работой над другими проектами что-то делает, это может полететь, но, скорее всего, нет. Старайтесь кричать так, чтобы вам дали ресурсы, выделенную команду на фулл-тайм, на весь проект. Желательно. Скорее всего, не получится, но можно попробовать. Что инженер может сделать? Помочь определить критерии успеха. Когда вы делаете план выкатки в продакшн, описываете, что есть успех, какое количество запросов теряемых, допустимо, какое изменение срока ответа сервера допустимо, какое количество транзакций потерянных допустимо, и так далее, и так далее. Описываете, что такое хорошо, описываете, что такое плохо для каждого, каждого релиза, потому что таким образом вы выстраиваете ожидания других людей вокруг, и они будут мерить ваш успех по тем же критериям, что и вы. Это сократит очень много коммуникаций. Будьте заметным. Есть много способов быть заметным. Задача здесь построить в голове картину, что я про свой проект должен всем рассказывать. Очень часто, очень много. Да, я инженер, возможно, не ведущий инженер, просто сижу себе кнопочки двигаю. Все равно, если у вас есть возможность, рассказывайте про то, что вы делаете инженерам другим, рассказываете на внутрикомпанийских ивентах типа техтолков, организовываете сессии обмена знаниями, рассказываете про новые технологии. Будьте амбассадором своих технологий, своего проекта, и просите менеджера вас в такие штуки вписывать, потому что это помогает успеху вашего проекта, потому что люди вас узнают и знают, что вы делаете. Последний кусок здесь. Точные формулировки. Неважно, о чем и с кем вы разговариваете, точность формулировок влияет на восприятие вашего проекта, что влияет на его успех. Когда вы говорите заказчику «все готово», определите критерии готовности. Definition of ready, definition of done. Готово в вашей голове не равно готово в голове заказчика. Никогда. Пока вы об этом не поговорите. Что такое готово с точки зрения задачи? Она выкачана в продакшн на 100% пользователей, например. Или она внесена в скуп следующего релиза. Как проходит релиз, не моя проблема. Тоже нормально. Когда вы коммуницируете, что будет сделано через две недели, делайте максимально точно. Мы закончим эту задачу. Закончим, что это значит? На продакшн? Или мерч-реквест будет готов? Или уже на пользователях будет? Это важно, потому что чем чаще вы соответствуете ожиданиям, которые вы же и построили, тем больше доверия ваш проект получает от окружающих. И это важно даже на уровне коммуникации между инженерами, инженер-инженер, между разными командами. А если у вас все равно есть мысль, что ну как же, я всего лишь инженер, это какие-то сложные менеджерские штучки, давайте попробуем это перевернуть на уровень, что у вас есть где-то менеджер, возможно, он считает, что на проекте все хорошо. Какие вопросы ему задать? Вопрос первый и самый главный. Почему такая дата нашего проекта? Кто ее поставил? Что будет, если мы ее подвинем? Вопрос важный, потому что в большинстве случаев даты придумали с потолка, потому что так захотелось. Никаких разумных аргументов на эти даты чаще всего нет. Разумный аргумент – контракт, маркетинговая компания, обязательства перед разными регуляционными организациями внешними и так далее. То есть когда нам очевидно, понятно, почему такая дата. Все остальное можно двигать. Мы этого еще не знаем, но двигать можно. И очень часто ответ на вопрос, а что будет, если дату подвинуть, позволяет команде совершенно по-другому посмотреть на срочность того, что они делают. И этот вопрос точно совершенно поднимет интересные дискуссии. Например, что вот у нас маркетинговая компания. Хорошо, а что там нужно-то? На самом деле только треть от вашего проекта. Почему нет? Второй большой вопрос. Архитектурный комитет был или нет? Кто видел наше техническое решение? Если его никто не видел, бейте тревогу и начинайте это самое техническое решение на ваш проект обсуждать с соседями. В тех местах, где вы касаетесь стратегией API, например, в тех местах, где вы касаетесь кода других команд, где вы касаетесь других сервисов, где есть интеграционная история, обязательно, обязательно показывайте свое техническое решение соседям, потому что в худшем случае это приведет к переделкам, а потом они придут, поднимут лапку и скажут, что вы сделали все не так, и вам придется три месяца переделывать. Реальные случаи. Если нет архитектурного комитета на уровне компании, пускай лиды поговорят и покажут друг другу техническое решение. Если этого нет, бейте тревогу. Дальше. Разговоры с коммерцией. Внезапные. Внезапные, потому что обычно про это не думают. Про коммерцию я имею в виду всех смежников от маркетинга и коммерции до бухгалтерии, которая вроде бы к вашему проекту не имеет никакого отношения. Все, что касается внешних пользователей вашего продукта, неважно какой он, нужно проговаривать с теми, кто занимается бизнесом, с клиентами, коммерсантами, продажей, маркетинг, что у вас еще, на тему того, как они смотрят на вашу выкатку. Особенно, если вы катите что-то большое, новое и страшное, ну или красивое. Потому что они обязательно будут задавать вопросы, учли ли вы потенциальные проблемы при выкатке и подстелили ли вы здесь соломку. Если этого не сделать, в момент релиза прибегут очень злые ребята из отдела продаж и будут сильно недовольны. Вы этого не хотите. Совершенно точно. Если у кого-то есть опыт по этому поводу, скорее всего, вы сейчас киваете, и я вас очень понимаю. Поехали дальше. Публичные демо. Обычно команды показывают демо себе и заказчику. Все. Чем шире вы показываете свое демо на уровень департамента, домена, трайба, десятка команд, как вы их ни назовите, тем больше фидбэка, обратной связи вы от них получаете. Тем лучше вы можете адаптироваться и в следующий раз сделать лучше. Чем больше вы повышаете осведомленность о вашем проекте. Делайте публичные демо. Зовите на своих демо всех людей вокруг. Иногда полезно на демо позвать еще и заказчиков внешне. Можно даже пользователей позвать иногда. Демо – это не секретный ритуал, проводимый где-то под ковром. Нет. Зовите людей. Решает очень много проблем сразу. И если менеджер этого не делает и против этого, поднимайте флажок, потому что это важно. Дальше. Просите менеджера показать вам roadmap. Roadmap, timeline, проектный план, как хотите назовите, некоторый визуал с колбасками, которые нанесены на временную шкалу. Если из этого roadmap, timeline, проектного плана, как хотите назовите, это разные вещи, но их в компаниях называют часто одинаково. Если из этого roadmap непонятно, кто, что делает, когда и какая задача зависит друг от друга, бейте очень громко в колокола. Потому что проект без плана – провальный проект. Проект без очевидно читаемого, самообъясняющего себя roadmap – провальный проект. Если у вас на roadmap четыре общих колбаски на полгода, бейте в колокола, это не детально. Я не хочу здесь спросить, наносить каждый эпик и делать полотнище формата ватмана, не надо. Это должно быть понятно всем, кто читает этот самый roadmap, timeline, как хотите назовите, с зависимостями между задачами и пониманием, какая команда что делает. В идеале, чтобы было прям заметно, какая команда что делает и когда. Если там нанесены еще и мейлстоуны по фазам, что вот первая фаза – подготовить production ready, готовый к выкатке environments в новом окружении. Окей, хорошо. Следующая задача – пройти аудит. Следующая задача – выкатить на production. Следующая задача – мигрировать пользователей. Каждый занимает по два месяца. Вот это идеально. Если у вас этого нет, просите менеджера добыть, нарисовать, что-то сделать, потому что это важно. На что смотреть? Почти уже в конце. На что смотреть? Если ваш проект по каким-то причинам всегда зеленый, у вас всегда солнечно, отличные новости и все замечательно, что-то не так. Проект не может быть всегда зеленым. Обязательно это значит, что не договаривает либо менеджер, хочет выглядеть перед заказчиком хорошо, либо команда что-то не видит, и в таких случаях нужно искать, а что же у нас на самом деле плохо. Может быть, мы что-то не договариваем, может быть, у нас сроки оценок не такие классные, как мы хотели, может быть, проблемы есть, мы их не замещаем и так далее. Это важно. Если проект длится больше трех месяцев и добавлялись задачи, а даты не менялись, что-то не так. Это значит, что либо исходные оценки были слишком пессимистичны, либо это значит, что вы недооценили, и вас это скоро укусит за то самое место. Это значит, что придется двигать сроки в последний момент. Если при разговорах с соседними командами никто не знает, что вы, кто вы, что вы делаете, и в чем смысл вашего проекта, это значит, что что-то вы делаете не так, недостаточно заметности в рамках хотя бы вашего департамента. Если ваш заказчик не приходит на встречи, не участвует в планингах, грумингах, не ходит на демо, и вы общаетесь с ним по почте раз в две недели, и только проектный менеджер или аналитик имеет к нему доступ, что-то не так, проект будет провальным. Очень малая вероятность, что вы получите много благодарности за проект, который был сделан таким образом, даже если сам продукт классный. Вовлекайте заказчика. Об этом очень много сказано. Докладов, книг написано. Вовлекайте заказчика. Это правда важно. Если ваш проект – это миграция и переделки одновременно, то, скорее всего, он будет успешен лишь частично, потому что поднять и перенести – это работает, но не всегда. Если у вас есть миграция, пожалуйста, 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 не делайте никаких архитектурных переделок по пути, не внедряйте новые технологии, сначала мигрируйте, потом все остальное. Если у вас переделка архитектуры и миграция – либо одно, либо другое, последовательно, не вместе, иначе это провалится почти наверняка. И это еще не все. Если соседи вас часто сливают, пришли к команде, просите конфигатики «отвали, мне еще нужно поработать две недели, приходите через месяц» и так далее, это значит, что у них другой приоритет. Это значит, что им ваш проект не важен. Если было важно, они бы вам сказали «да, сейчас возьму в бэклог, подвину кое-что еще, я тебе помогу». Если вас сливают, идите выше и просите установить приоритеты в рамках хотя бы вашего департамента. Если нет архитектурного комитета, то в худшем случае вам придется переделывать. В лучшем случае вам в последний момент скажут, что «ой, а у нас тут поломалось, и кому-то еще придется переделывать». Об этом уже два раза сказала, третий, в детали погружаться не буду. Если заказчики вокруг вас или лиды других команд имеют разные мнения про даты и план вашего проекта, очень громко кричите, прям, пожалуйста, кричите, потому что это значит, что ваш проектный менеджер, если он есть, не делает свою работу, потому что его задача сделать так, чтобы люди вокруг проекта понимали ваш план, ваши даты и ваш скулп абсолютно одинаково. Если вы слышите абсолютно противоположное мнение, «ой, да, они через месяц выкатят» или «ой, да, они сделают А, Б и С», на самом деле А, Б и Д, и вообще не в те даты, то усиляйте коммуникацию изнутри вашего проекта наружу. Если вы лид, вы можете сделать это сами. Если у вас есть менеджер, пинайте его очень сильно. Это самое важное, что я хочу сказать на этом слайде, одно из самых важных в всей презентации. Если разговоры по кругу, например, я инженер, я пришла в соседнюю команду, мы поговорили про техническое решение. Один раз, второй раз, третий, пятый, прошло полгода, а ВОЗ и ныне там. Это значит, что никому это не надо, и нужно привлекать либо архитектора, либо проектного менеджера, чтобы тот пришел и сказал, «Так, все, делаем А». Или просто сказал, «Все ли договорились». Если при этом руководство только требует, требует и требует, и не благодарит, и не поддерживает, и не рассказывает всем вокруг, какие вы замечательные, я хочу сказать, бегите, но иногда бежать не получится, поэтому стоит поднять флажок. И как спасти все это дело? В общем, весь доклад в саммаре. Проводите этих толки, публичные демо, пишите внутренние статьи, будьте амбассадором своего проекта. Это правда приносит много пользы и добавляет разницы. Вы таким образом повышаете осведомленность, которая повышает доверие, и даже если ваш проект имеет ошибки, вам их, скорее всего, простят. Определяйте технические зависимости между командами, между эпиками, между департаментами и записывайте их в жиру, и регулярно осматривайте, проверяйте. Это задача менеджера, но если у вас его нет, делайте это сами. Если этого не делать заранее, если не думать, кто и как должен мне, какой конфиг через три месяца, то, скорее всего, придется ждать. Это повлияет на ваши сроки, и вы этого не хотите. Проводите архитектурный комитет и делайте это фазами, делайте это по пускам, потому что если вы напишете HLA на 20 страниц и принесете его в обсуждение, вас займет полгода только его утвердить. Делайте по пускам, большим системным, инженеры лучше знают, как это работает, но архитектурный комитет в любом его виде важен. И предпоследний элемент – устроите голосование. Голосование внутри команды вашей проектной на тему того, насколько мы уверены в датах, на которые мы работаем. Делайте это регулярно, лучше раз в месяц или даже раз в две недели. Это называется confidence vote, голосование уверенности. и спрашивайте команду, насколько они уверены в том, что мы достигнем нашей следующей цели. Если вы регулярно это делаете, у вас появляется картинка не только про ваше внутреннее мировоззрение или мировоззрение вашего менеджера, но и про то, как думают все люди вокруг. Полезная практика, она позволяет начинать разговоры интересные, которые бы по-другому, скорее всего, не начались, потому что люди об этом обычно не говорят. Ой, ты знаешь, я что-то немножко не уверен. В самом простом смысле вы можете поднять палец вверх, в сторону, вниз и просто посчитать среднее. И если вы чего-то просите от заказчиков, просите это аргументированно, максимально детально, максимально в точных формулировках. Это сильно изменит сценарий игры. Вот. А если все это подводить под совсем финальную черту, то не забывайте, что мы люди, мы работаем с людьми, не с софтом, и вне зависимости от наших ролей мы влияем на успех проекта. Абсолютно все. И инженер, и саппорт-менеджер, и специалист customer service, и так далее, и так далее. Вы просто все люди, мы ходим в магазин, мы ездим в отпуск, а то, что мы в разных ролях на работе, не значит, что мы просто должны следовать тому, что сказали сверху. Помните это. И если ожиданиями не управлять, они будут управлять нами. Я не устану это повторять, потому что это самое важное в координации, коммуникации, управлении проектами. Спасибо. Супер. Это будет потрясающий доклад. Очень структурный, классный. А теперь Юля сможет ответить на ваши вопросы. Если вы смотрите онлайн, обязательно задавайте вопросы онлайн, подключайтесь. И из зала тоже можно задавать. Так, вижу первую руку. Пожалуйста. Добрый день. Спасибо за доклад. Вы несколько раз говорили, если случилось что-то, кричите. Если случилось второе, кричите. В кого мне кричать? Привет. Хороший вопрос. А есть менеджер или кто-то немножко выше? Менеджер, на нем еще менеджер, над ним еще и имеем легион. Почему тогда возникает вопрос, что будет, если пойти в первого менеджера и попросить его о помощи? Он поможет? Не факт. Можно вместе с ним за руку пойти к его менеджеру, например, но предварительно об этом договорились. Менеджер поднимается по этой ступеньке туда вверх. Не всегда. То есть самый простой способ сходить к инженеру в другой команде и попросить помочь, если нужно приоритеты разобрать. А как бы бежать сразу к директорам, это плохая идея, но если уж бежать, то всем вместе. То есть мы, как весь проект, мы, как все команды, считаем, что нам нужна помощь. Тогда это будет более эффективно. При этом здесь важно сохранять мировоззрение, что у нас проблема одновременно везде. То есть проблема не на нашей стороне. Это очень практичный майнцет. Понял. Спасибо. Так, еще рука. И напоминаю, у нас QR-код, по которому вы можете пройти и оставить свой отзыв. А если вы смотрите онлайн, и у вас есть вопросы, не стесняйтесь, обязательно подключайтесь. Так, прошу, следующий вопрос. Привет. Спасибо за доклад. Правда, очень интересно было. У меня такой вопрос. А универсальны ли эти рекомендации, которые давала в докладе? Что я имею в виду? Ну, допустим, у нас проект, жесткий какой-то ресерч, у которого непонятны сроки, у которого непонятно definition of done, definition of ready. Что в таком случае нам стоит делать, как команде? И как отлавливать, прости, и как отлавливать момент, когда что-то идет не так? Интересный вопрос. Звучит, как будто проект слишком большой. Если его разбить на более понятные части, то станет проще определить definition of done или иногда даже спонсоров. То есть твой вопрос, ваш вопрос для меня звучит, как слишком большой проект. Бейте на честь. Понял. Спасибо большое. Благодарю. Так, вот рука была. Добрый день. Спасибо. Очень прям классный доклад. У меня вот какая ситуация. У нас новый менеджер в команде. Ну, в смысле, он не то, что новый. Он, в принципе, до этого никогда не был менеджером. И вот мы как команда очень хотим ему помочь, чтобы у него все было хорошо. Чем мы вот как инженеры можем ему помочь? Отличный вопрос. Будьте проактивными. Говорите о том, что может пойти не так заранее. И говорите это в формате вариантов развития событий. То есть, например, спрашивают менеджер оценку сроков и говорите, кажется, что две недели, но, возможно, будет три, потому что случится такая-то штука. Или, возможно, мы вообще все сделаем за два дня. Дай-ка я еще немножко поисследую и к тебе вернусь. Давайте контекст менеджеру и делайте это проактивно, если вам загодя кажется, что, ой, у нас через месяц, возможно, придется что-то переделывать. Скажите ему сейчас, сегодня, не ждите. И тогда менеджер сможет вам помочь гораздо лучше, потому что вы таким образом увеличиваете его горизонт планирования и увеличиваете его погружение в контекст. Супер, спасибо. Спасибо за доклад. У меня такое, как это, скорее не вопрос, может быть, уточнение. Вот в пункте про источник правды я вот сталкивался с ситуациями, когда это как бы не проблема твоего проекта, а кто-то до тебя уже продолбался, и у тебя проект зависит, например, от двух разных сервисов, у которых разные данные, и, ну, там, не знаю, тебе нужно какие-нибудь курсы валют подгружать, у тебя уже есть, там, не знаю, три сервиса, легоси, ультра легоси и свеженький, модненький, но как бы ты в проекте, ну, типа, пользуешься тем, что есть. Ну, там, с чем привыкли. И в итоге ты стартуешь, а у тебя данные вообще не те, и ты прям попал. Ну, вот, правильно ли я как-то развернул пункт в другую сторону? Бывают такие ситуации. В этом случае команда может фасилитировать принятие решения о переходе на один сервис для вашей платформы, например. Бывает такое, что приходится строить костыли, дублировать данные, но если вы о этой проблеме широко расскажете, то другие лиды, другие архитекторы, возможно, начнут чесать голову и придумают, что кажется, нам пора от ультра легоси все-таки отказываться. Это опять про то, чтобы быть заметным и делиться своими проблемами с другими лидами, с менеджерами разработки, с их менеджерами в том числе, а это лучше всего делать через тех толки, технические встречи, когда вы рассказываете, как вы решили эту проблему или чтобы ваш менеджер вас точно услышал, можно посчитать, сколько вы времени тратите на борьбу с этими ветряными мельницами. Например, вы можете посчитать, что обслуживание трех сервисов одновременно стоит нам на 200 человек и часов в месяц больше, чем если бы у нас был один сервис или два. И тогда вас точно совершенно услышат, потому что вы будете говорить на понятном менеджменту языке. Попробуйте посчитать в потере времени, и тогда это может ускорить решение проблемы на уровне компании. Это не то, что одна команда может решить в одно лицо. Так, супер. Есть ли у нас еще вопросы? Так, вижу две руки. Здравствуйте, Юлия. Спасибо вам большое за доклад. Я бы хотела спросить. У меня есть кейс работы в очень большой компании, в очень долгосрочном большом проекте. Еще и команды распределены. То есть разработка, тестирование, аналитики, все раздельно. И все сейчас уже на такой стадии перекидывания проблем друг друга довольно вялое. И как бы есть общая атмосфера, что, в общем, все уже уставшие, сам проект уставший. Есть ли какие-то методики оживления или просто нужно дотянуть это уже до конца, сдать и типа все, всем спасибо. Спасибо за вопрос. Это про мотивацию команд. И здесь простой, самый простой эффективный способ это отмечать успехи, благодарить ребят и ставить понятные достижимые цели. То есть если бы вы год назад без учета этой мотивации ставили бы цель заделиверить 10 фич через две недели, заделиверить 9, пошли дальше, то сейчас планируете чуть-чуть меньше. И каждый раз, когда вы достигли этих маленьких поставленных целей, отмечайте их дружно. Можно пиццу заказать, можно вместе в бар пойти, можно еще что-то придумать, можно рассказать всем на публичном демо, как классно вы сделали, и тогда получить массу благодарности от окружающих, потому что здесь самая питательная среда – это благодарность и воодушевление через то, что ценят мои усилия, то, что мои усилия приносят пользу. Можете посчитать, сколько пользы ваш проект уже принес, можете собрать отзывы счастливых пользователей. Через «спасибо» всякого разного вида это хорошо поднимает мотивацию. Если команда распределенная, вам вместе в бар, конечно, не сходить, но вы можете собрать благодарности с разных кусков компании. Хорошо, спасибо вам большое. Супер. Так, вот молодой человек там был, и еще одна рука вижу потом. Добрый день. Спасибо большое за доклад. Вопрос такой. Вот вы все рассказывали про работу с менеджером и заказчиком, а сейчас вот для меня проблема в том, что мы инженеры, но мы инженеры сопровождения. Как нам найти своего заказчика? Как-то попросить, чтобы нас переименовали в продуктовую команду или наоборот показать как-то инициативу, что мы умеем вот так вот, мы умеем так-то классно. Как перейти именно к взаимодействию, что мы не просто следим, чтобы все было хорошо, а мы движемся вперед, и мы что-то делаем для этого. Я вижу здесь два варианта. Я не знаю контекста вашего проекта, но я вижу здесь два варианта. Если к вам поступают запросы на изменение процессов от каких-то сторон, то эти люди есть ваши заказчики. Если есть люди, использующие результаты вашего труда, они тоже могут быть вашими заказчиками. Это первый сценарий, когда вы определяете просто, с какой стороны ветер дует, с какой стороны вам прилетают запросы, или с какой стороны на сопровождение ваши клиенты, например, как они видят вашу работу. Можете даже опрос им устроить. Другой момент, вы можете устроить это как, ну, например, нестандартное, не очень популярное мнение, делать инфраструктуру как сервис, делать инфраструктуру как продукт. Вы можете сделать внедрение как продукт и сами выстраивать свою работу и свои изменения, как если бы вы были продуктовой командой. Вам для этого официальное название не нужно. Можете те же практики внедрять. Здравствуйте. Вопрос про сроки, какие бы то ни было. Я знаю, есть много противников проставления сроков, потому что, во-первых, мы в них никогда не попадаем, во-вторых, их всегда можно подвинуть. Так вот, почему бы их просто не задавать? Спасибо. Бывают методологии, когда команды работают без сроков. Это работает, но не со всеми командами, не во всех ситуациях. Обычно минимальное сравнение задач между собой помогает ориентироваться во всем бэклоге. Мне нравится подход с размером футболок, когда задача между собой просто сравнивать S, M, L, XL и так далее. Вместо того, чтобы выстраивать точные человека часы и так далее. Еще есть способ выстраивания через OCR, Objectives and Key Results. Это работает еще лучше, особенно в больших масштабах, когда вы просто ставите себе некоторую цель и регулярно голосуете, а сможем ли мы там за этот квартал ее сделать, например. Просто да, нет. Скажите, пожалуйста, извиняюсь, что перебил. Все-таки будет ли успех у проекта, в котором не ставят строки, как вы считаете? Если у него есть цели на, допустим, OCR, тогда да, тогда успех будет. Если у проекта вообще нету никакого представления, когда он будет сделан, даже идеи об этом нет, тогда вряд ли. Другой вопрос, что если это не проект, а операционная деятельность, то есть когда у нас конвейер задач, когда они повторяемы, их просто много, и тогда нам сроки в принципе не нужны, и нам нужно просто сложность задач оценивать между собой. Спасибо. Ну что, последний тогда вопрос. У меня опять не вопрос. Я нашел фейл в презентации. Не хватает последнего слайда, где советы собраны в виде bullshit bingo, что зачеркни, и твой проект как бы провалился. Классная идея, мне в голову не пришла. Прикольно. Супер. Тогда спасибо всем огромное. И у нас есть очень важная миссия, Юля. Нужно будет вспомнить все вопросы, которые были, выбрать самые интересные и подарить подарок от Garage Aid. Я уже потерялась, о чем был вопрос. Третий вопрос сначала мне понравился больше всего. Так, третий вопрос сначала. А примерно про что? Кто помнит? Сейчас я постараюсь и вспомню. Очень интересно с вами, очень разные вопросы, это круто. Вообще, живая аудитория, это всегда классно, это правда. Да, я бы хотела быть с вами, но нет. Давайте выберем вопрос про мотивацию команд, про сбор спасибо. Он самый теплый. Он не самый релевантный для презентации, но он самый нежный, что ли. Так, вопрос про мотивацию команд. От кого, ребят, он был? Девушка задавала. А, все, супер, да, определились. Спасибо огромное. Всем спасибо за вопросы. И у нас огромное спасибо еще раз спикеру. Это было действительно интересно и очень структурно на самом деле. Спасибо. 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 Продолжение следует...